Мы переходим к нашему гостю, который уже... Эксперту по судьбе? Да, к эксперту, да, который с профессиональной точки зрения может нам немножечко рассказать, пояснить, что же такое судьба, есть ли она. Елизавета Есин, астролог, таролог, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Так, ну что, рассказывайте, я так понимаю, все-таки, учитывая вашу специфику, специализацию... Да, профессию, что, наверное, судьба есть. Ну вот, как вы думаете? Ну, давайте мы сначала поймем, что такое судьба вообще. Давайте. То есть судьба, она вообще очень близко стоит, ну, стоит с такими понятиями, как предназначение и кармические задачи. Что это? Вот сейчас такое кармические задачи, да? То есть судьба — это некий такой черновик, как план, да, с такими подпунктами, которые, ну, скажем так, каждая душа выбирает для реализации, ну, вот в конкретном воплощении, да, и старается подогнать вот в судьбу вот свои кармические задачи. Они могут быть разные, там очень большая вариатива. Например, кому-то суждено стать родителем, да, воспитывать детей, воспитать детей. Кому-то суждена вот кармическая задача — служить другим людям, да, там, лечить людей, лечить их души, лечить их здоровье. У кого-то это путь саморазвития, то есть может быть такой, да. То есть некая главная вот там задача жизни. То есть их может быть несколько, у них очень большая вариативность. И, конечно, мы можем просмотреть судьбу человека даже с самого его рождения, да, но мы будем смотреть на черновик. То есть насколько он соответствует. Сцен-план, а вот мы потом прописываем конкретные эпизоды, что там. Это получается, значит, все-таки нам что-то написано, но мы как... Нет, нет, вот так вот. Я со своей профессиональной точки зрения, да, скажу. Вот судьба, она сценарист, а вот я как режиссер, как я ее вижу, так я ее и поставлю. Все правильно, да. Потому что вариативность событий, это, вы знаете, вот эффект бабочки, по-моему, даже фильм. То есть какие-то решения, они могут изменить маленько, да. То есть и задача специалиста, который работает, как раз-таки человеку донести и объяснить, какая вариативность может быть. Что будет, если мы пойдем этим путем, что будет, если этим и этим, да. Так, смотрите, вот там написано вот эти, там, не знаю, карты или что-то там нам показывают, что вот такая-то судьба, там, черновик такой. Мне вообще не нравится. Я вот могу конкретно исправить и вот это вот предназначение, которое мне там прописали, вот прямо вот исправить? Или вот что написано, то написано? Можно и нужно, можно и нужно. Даже наоборот, нужно узнать, что там написано. И, конечно, ну, то есть тут еще нужно задать себе такой вопрос. А что я собрался исправлять? То есть что я собрался исправлять? То, что я сам, потому что именно душа каждого человека выбирает, что она будет проходить. Нет, ну, там, допустим, написано вот предназначение, там, условно сейчас там, да. Есть какие-то примеры прям конкретные. Я там должен быть летчиком, а я хочу быть художником. Вот такая главная. Ну, давайте я из практики приведу такой пример. В общем, я работала с мужчиной, который чувствовал всю жизнь, что ему суждено стать врачом. Но в семье никого нет врачей. Никого в семье нет врачей. Это дорого, это сложно, это невозможно. И он оставил вот эту свою мечту, то есть свое предназначение, и пошел по другой специальности. Но человек все равно чувствовал, что что-то не так, да. И он уже достаточно в таком зрелом возрасте с нуля поступил и стал врачом. Против вообще всего, что ему говорили. Он просто чувствовал, да, интуиция там подсказывал. То есть любой человек будет чувствовать, что что-то не так, что-то идет не так. Даже если у меня все есть, но я что-то не сумел. И иногда помешать человеку может именно сам человек, правильно? То есть, конечно, есть какие-то внешние факторы, с которыми специалист работает. Но иногда барьером человека может стать сам человек. Ну а вот если, например, да, там карты, либо звезды нам сулят очень какие-то неприятные, возможно, даже страшные какие-то события. Если мы заранее знаем, их как-то можно обойти, может быть, с помощью каких-то, не знаю, медитаций магических. Нет, просто зная, что вот это грозит, я этим не занимаюсь. Даже зная, ты уже предупрежден, там, вооружен, да, как говоришь? Он предупрежден, да. Именно, да. И, конечно, ну, с этим должен помочь специалист. Конечно, тут и задача составить вариативность событий. Что будет, если вы пойдете так и так? То есть, к какому результату вы хотите прийти? Конечно, можно изменить. То есть, судьба, она прописана, так даже начертана, но не, прямо, скажем так, не фатальна, да. Ну, у вас-то в жизни были какие-то такие ситуации, когда вас там отвела или, наоборот, привела судьба к чему-то хорошему? Я думаю, тут тоже надо привести пример больше из своей практики какой-то, именно рабочей. Это когда моя клиентка, она, то есть, это прямо очень похожая на историю, которую вы рассказывали, она все очень сильно торопилась в поездку в другой город, да, она живет в нашем городе, и у нее что-то там не получалось, там не успевала, ну, никак она не успевала уехать. И, к сожалению, вот, буквально задержка на час ее спасла ее жизнь от, собственно говоря, автокатастрофы. Ничего себе, ну да, это такие вот моменты. Все-таки нас оберегают где-то, не знаю, там, подсказывают нам и так далее, и так далее. Лиза, спасибо тебе большое, спасибо большое, что настоящий уже профессионал, с профессиональной точки зрения нам рассказали, что к чему и как. Спасибо огромное, надеюсь, у тебя по судьбе будет все прекрасно. Елизавета Есина, астролог, таролог, была у нас в гостях, друзья, мы идем дальше, впереди у нас блок полезной информации, скоро вернемся и продолжим.